все-таки умерла одна из кнопочек не работает кнопочка вперед работает с трудом тоже кнопочка старт тоже плохо нажимается в общем нужно делать ревизию кнопочек поэтому поехали домой так давайте сразу расскажу вам о своей доработке если вы обратили внимание у меня здесь появилась кнопочка включения это очень удобно потому что когда ее не было мне приходилось каждый раз вставлять шнур в розетку и вынимать его это было неудобно с кнопочкой это все намного удобнее также здесь появился светодиод светодиод я вытащил с блока питания вот сейчас вытаскиваем это все я уже если честно и не помню как он разбирается так то ли отдельно то ли не отдельно по моему как то так так не хочется ничего оторвать плата здесь прикрученная значит мне нужно вытащить сам блок питания его разбирал последний раз лет пять назад так хорошо светодиодик вытащу отсюда у меня на клею сидит так кнопочка тоже что-то там мешает как-то запаковал теперь не сам не могу разобрать хорошо плата прикручена как я ее снимал все я вспомню вот оно как снимается точно вот я даю точно вот так оно все и снимается совсем другое дело кнопочки выпали корпус есть да вот внутренности вот так вот я все вложил видите светодиод проложил сюда кнопку сделал разрыв цепи непосредственно по питанию 220 вольт то есть кнопочка отключает полностью все так не нужны и кнопочки но я его сейчас разберу смажу обязательно нанесу новую термопасту у меня есть новая термопаста поэтому сделаю ему скажем так ревизию потому что реально аймакс служит служит хорошо тем более впереди зима он не нужен исправным сразу хочу обратить внимание видите здесь вот вот эти вот транзисторы ключи это силовые транзисторы они должны быть обязательно на вот таких вот слюдяных прослойках то есть не должно быть контакта с корпусом то есть вот это вот не нужно выбрасывать это мы все перемоем смажем и заново уложим так это откладываем смотрим дальше пайка везде нормальная вот здесь вот вижу поврежденная паечка конечно кнопки перестанут работать потому что видите на них даже ржавчина появилась ну конечно появилась потому что аймакс у меня хранился некоторое время в гараже вот видите вот такие вот участки видите ржавчина значит что можно сделать с кнопочками можно их заменить а можно каждую разобрать почистите заново собрать чтобы разобрать нужно вот эти вот посрезать шляпки ну конечно после сборки уже не будет такой надежности я так думаю ну давайте я сейчас попробую на одной кнопке поэкспериментирую если получится то я конечно же перечищу все остальные кнопки так здесь тоже конечно но нужно навести порядок в проводах вот я вскрыл блок питания видите у меня два провода они раньше были припаяны непосредственно к разъему питания 220 вольт я в разрыв припаял этот выключатель вот он вот эти вот два провода и видите они когда у меня корпус был сложенный они вот касались вот здесь вот радиатора это конечно же неправильно в идеале это все за изолировать в термоусадку потому что также они касались здесь вот радиатора не дай бог радиатор конечно же греется при работе не дай бог бы они поплавились представьте какой бы бах был поэтому если будете делать такую доработку обязательно изолируйте вот эти вот провода на 220 вольт изолируйте светодиод у меня за изолирован так что еще вот это вот выход с блока питания тоже непонятно в идеале тоже за изолировать в общем найду термоусадочку скорее всего доделаю так приступаем кнопочкам разбираем ножичком срезаю вот эти вот шляпочки эта кнопка хоть и работает но я сделаю ревизию всем кнопкам потому что они уже каждая из них потихонечку начинает умирать тем более они все в ржавчине любом случае нужно что-то с ними делать каждый раз его разбирать чтобы заменить следующую кнопку не рационально есть 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 так снимаем толкатель и вот здесь вот у нас находится непосредственно сами контакты есть все один есть так смотрим состояние как видите все покрылась окислами полностью все в окислах с этой стороны нормально здесь все в окислах ну честно говоря это вообще не проблема берем спиртик чистим сразу тут все в конце кнопочки конечно же надо будет еще пропаять вот так вот пусть он все откиснет видите все в ржавчине это не страшно вот этот пыптык я пожалуй почищу ножом вижу мне вот есть такой карандаш для чистки контактов еще им пройдусь тоже так вот здесь вот в углах есть тоже грязь вот здесь вот по краям здесь я вычищу иголочкой конечно лучше заменить кнопки но меня сейчас нету возможности ехать в магазин а это сделать в принципе для меня не проблема то что я сейчас делаю также немножечко пройду здесь по контактам так спиртиком все вытираем все кнопочка блестит можем назад можем толкатель власти не видите тоже ржавчина есть немножечко почищу она дальше уже не разъедала нужно это все вот так вот собрать попасть вот эти вот пазики которые я отрезал в пазики попал все нормально кнопочка нажимается включаю паяльник прижимаю пластину и вот такими вот движениями разогреваю пластмасс и образуются вот такие вот шляпочки никуда эта кнопочка не денется я уже это делал неоднократно ну а вы уже на своего смотри вот так вот выглядит отремонтированная кнопочка я думаю что она будет работать нормально так проверяюсь свою работу беру тестер и проверяю ведь легенькое нажатие и кнопочка уже срабатывает вот эта кнопка не работала проверяем видите легкое нажатие и ничего не срабатывает также эта кнопка легенькие нажатие нужно сильно давить видите чтоб поменялось сопротивление это видите 200 он дает то есть кнопки конечно эта кнопка тоже не нормально срабатывает видите вот нажимаю даже сильно не нормально нажимают ремонтированную кнопочку сразу идет сработка в общем поэтому по этому же принципу я сейчас отремонтирую остальные три кнопочки и потихонечку но и начну собирать своей макс смотрите состояние кнопочки внутри она вся ржавая видите даже если ее зачистить то видно вот окислы здесь по углам здесь все кнопочки в плохом состоянии очень продолжаю ремонт так так Субтитры сделал DimaTorzok Проверяем свою работу Есть 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 Все кнопки четко работают Если посмотреть на плату блока питания То здесь тоже есть места с холодной пайкой Вот например Диодный мост я вижу плохо пропаянный Конечно токи проходят здесь большие До 5 ампер Я то хоть его и не нагружаю Обычно там максимум 3 ампера Но тем не менее Все равно все греется И со временем Пайка приходит в неводность Поэтому сейчас все это я пропаяю Почищу и блок питания соберу Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Что ж, попробую зарядить автомобильный аккумулятор. Включаю IMAX. Выставляю зарядку свинцового аккумулятора. Поставлю ток 2,5 А. Так, зарядка пошла. Сейчас дозаряжу аккумулятор. Он у меня не сильно разряженный. Какие я хочу сделать выводы? Если у вас проблема с кнопками, я рекомендую вам их лучше просто заменить на новые. Свои кнопочки я хоть и почистил, но я думаю, они все равно скоро умрут, потому что там была коррозия, там были следы ржавчины. Поэтому я думаю, что эти кнопки проживут недолго. Но я думаю, что на год 2 их хватит. Этого достаточно. Потом я эти кнопочки обязательно просто заменю. Зарядка на самом деле хорошая. Я ее использую в последнее время зачастую в гараже. Она у меня заряжает разные типы аккумуляторов. В том числе и автомобильные аккумуляторы. Тот, который стоит в машине. Этот у меня запасной. Я иногда от него запитываю. Там заряжаю телефоны, пауэрбанки, аккумуляторы от шуруповерта. В общем, 12 вольт в гараже зачастую нужны. Вот такой вот ремонт. Желаю всем вам удачных ремонтов. И увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok